Эти темы слишком мало места для двоих И я этот микрофон отдам своей дорогой супруге Почему? Потому что она, ну могу сказать, мастер в этом деле Потому что когда она начинала, я помню, она перезаряжала свой телефон по три раза в день И делала столько приглашений, ну, наверное, не счесть, наверное И результатом ее работы была следующая картина В первый месяц, в первую линию она зарегистрировала 26 человек Во вторую, 25 И рекордом приглашения в первую линию Это был третий месяц ее активной работы по звонкам по приглашению 40 человек в первую линию Поэтому, я думаю, ей стоит довериться Рекомендую внимательно послушать все, что она даст, законспектировать и применять на практике Я думаю, ваши результаты могут быть лучше, чем те результаты, которые я озвучил Тебе слово Все, друзья, начинаем Скажите честно, у кого сейчас появилась дрожь в коленках при слове «звонки»? Только честно Ого, сколько рук! Это реально так Вы знаете, самый большой страх перед тем, как позвонить Кроется в причине То, что вы боитесь, что вам откажут Есть такое? А вдруг мне откажут? А вдруг меня начнут спрашивать? И я не буду знать, что ответить? И что же тогда? Да лучше я вообще этот список пока не буду прозванивать Я вот пойду в интернет и начну писать И спрячусь за компьютером Бывает такое, да? Бывает Но на самом деле вам сегодня очень много говорили о том, что люди – это ваш потенциал Наш бизнес не строится деньгами, он строится людьми Поэтому на самом деле, когда у вас есть понимание, зачем мне звонить, отпадают все вопросы Вот скажите, например, жизнь, да? Наш бизнес, он очень похож на обыденную жизнь Вы захотели, например, поесть пиццу и захотели приготовить ее сами Вы знаете, что вам нужно поехать в какой-то магазин и купить продукты Вы же не думаете о том, что... А вдруг сейчас приду в магазин, а мне там откажут и скажут, что у нас для вас нет сыра И что вы тогда будете делать? Вы откажетесь от вашего желания покушать пиццу? Нет, вы пойдете и скажете, да и нету, я поеду в другой магазин Правильно? Точно так же и вы должны понимать, что звонки – это некий фильтр, который отделяет всех людей на тех, кто не готов от вас слышать информации И на тех, кто ждет этого звонка Вы вспоминайте себя, когда приходили в бизнес, вы прям вот вообще ждали звонка, да? И говорили, да, Армель, регистрируюсь Кто так пришел? Ну, единицы, это, наверное, прям вообще сильно-сильно в поиске были Я лично полгода не хотела слышать про слово Армель, новая возможность Хотя я была в поиске И так же точно это происходит с вашими кандидатами, которым вы звоните Которым вы звоните, да? Цель звонка – не предложить бизнес по телефону, а пригласить на встречу Опять же, да, вот в жизни я когда готовилась, у меня всегда пролистываются какие-то примеры Кто-то из вас женился или вышел замуж через компьютер? Или вы с человеком встречались, общались? Нет, ну все равно, даже если вы познакомились в соцсети Я тоже с мужем познакомилась в соцсети Но на определенном этапе он мне предложил встретиться И мы увиделись, пообщались и завязался диалог, да? Вот Соответственно Проговорили, да, что это фильтр Цель Для чего мы вообще хотим человеку позвонить? Давайте с вами немножко поработаем Для чего мы звоним? Пригласить конструкцию Дать информацию Дать информацию Так, еще Дать информацию для чего? Подработать Рассказать возможности Вы об этой возможности как? Хотите рассказать по телефону или при встрече? При встрече При встрече Значит, смотрите, мы отталкиваемся от того, что у нас цель какая? Встреча Пригласить человека на встречу И в этом кроется большой секрет Вот если вы для себя сегодня поймете Моя цель звонка Не уговорить Не сказать, пожалуйста, приходи Или спросить просто, как дела Пригласить человека на встречу Ваша жизнь станет проще Вам легко позвонить подружке Или с человеком, которым вы давно не виделись И пригласить на встречу Кофе попить Легко? Да Да Вот Все Значит Кстати, вы вот сказали, что у вас у всех коленки трясутся А телефон у кого есть? У всех телефон есть А они вам зачем? Звонить Звонить Значит С этим проблем нет Говорить вы умеете Телефоны у вас есть Осталось разобраться Что же говорить при звонке Да С целью мы определились Мы приглашаем человека на встречу Кого мы с вами приглашаем? Вот очень часто Особенно это делают новички Они берут список Одно дело написать Да Как бы дал нам спонсор задание Написали мы 300 человек Выдухнули Все Я написал Дал По себе поставил И дальше Начинается мучение над списком Мы его открываем И смотрим Листаем Я часто спрашиваю партнеров в офисе Которые приходят звонить Я говорю Ты чего пришла в офис? Звонить А что не звонишь? Я думаю А что думаешь? Сейчас я настроюсь Да И на самом деле Пока вы сидите Думаете Настраиваетесь В это время Виктория Соболева Ленина Еремеева Берут и звонят Поэтому вот поймайте Вот это вот чувство Что вы можете Чего-то потерять Сделайте ставку На ваш список И начните его Просто вот бомбить Приглашать нужно всех Вот абсолютно всех Очень часто Опять же Вы открываете списки И делите их На Мамочка в декрете Потому что Мамочку в декрете Надо пригласить Вот как-то особенно Да Или например Предприниматели Ну предпринимателям Уже им что-то особенное Надо сказать Они и так Деньги хорошие Зарабатывают Значит им Не подойдет Тот скрипт Который я скажу Маме в декрете Бывает у вас такое И вы начинаете Выдумывать шаблоны А еще Больше просить Спонсора Ну ты мне дай Ну скажи Вот как мне пригласить Например парикмахера Да А какая разница Все мы люди И помните Да Наша задача Пригласить Какого человека В поиске Активного Который Что Что Который в поиске А который в поиске Ему не важно Как Вообще Что вы скажете Да Он уцепится Поэтому Мы приглашаем всех И нету шаблона Для какой-то Определенной Группы людей Мы просто Приглашаем Навстречу Важные моменты Это Краткость Вспоминайте Сейчас очень много Людей Которые вам Звонят И что-то Начинают Предлагать По шаблону Встречались такое? Вы слушаете Этих людей? Нет Я часто Кладу трубки Потому что Чувствую Что человек Читает по листочку А когда у меня Есть время Я просто пытаюсь Из этого шаблона Человека вывести И самое главное Человек вообще Не понимает А что дальше происходит Он все Шаблон потерял Он потерялся То есть Опять же Вспоминайте себя Мы не любим Когда нам долго Что-то говорят И объясняют Так почему Мы с вами Долго Начинаем Что-то Говорить Объяснять Начинаем Говорить Что это Бизнес Что это Парфюмерный Бизнес Что это Там Ну мы Разные вещи Начинаем Говорить И хотим Сказать все Что знаем В надежде Что сейчас Человек Скажет Скажет Да Давай Хочу Приду И оформлюсь Нет Поэтому Кратко Наоборот Если вы будете Отличаться От того Что происходит Вокруг Человека Это уже Вызовет Интересно То есть вы уже Не такие Как все Вы что-то Говорите Интересное Значит Кратко Цель Встретиться Да Нет Задачи Чтобы Вы уговорили Человека Упросили Не будьте Жертвой Телефонного Звонка Будьте Владельцем Да Той ситуации В которой Вы находитесь Как быть Владельцем Мы сейчас Немножечко С вами Тоже Проговорим У вас Будет Потрясающая Возможность Проделать Это все На практике Когда Будет Практика Не выходите Моя рекомендация Попить кофе Вы это успеете Сделайте Окунитесь Сегодня В этот процесс И вы тогда Четко поймете Что Когда приедете У вас уже не будет В голове мысли Что позвонить И сказать Человеку Мы звоним И приглашаем До тех пор Пока мы не назначим 10-15 встреч 10-15 встреч Это тот темп Друзья Который Приведет вас К тому результату О котором сказал Сегодня Володя Вы только подумайте Если вы проведете 10-15 встреч Пусть даже 10 Берем по минимуму За неделю Это 50 За 2 недели Это 100 За месяц Это 200 200 человек Услышат От вас О новой возможности Какова вероятность Что 200 людям Никому не нравится кофе Никто не пользуется Ароматом Никто не чистит зубы И никто не в поиске Это вероятность Равна нулю Согласны Соответственно Если мы звоним Один раз В неделю И говорим Никому ничего не понравилось Никому ничего не надо Первый вопрос У меня всегда К партнерам Сколько ты За конкретный промежуток Времени Сделал звонков Она говорит За месяц 5 Я говорю Слушай При всем своем уважении Ты просто еще Бизнес не начинала Давай делать его правильно Кто готов делать этот бизнес Правильно и результативно Супер Отлично Следующий момент Важно звонить Вот да Я уже сказала Кто вышел замуж Или женился Через компьютер Писать неэффективно Даже когда Мы занимаемся Онлайн рекрутингом Моя любая встреча Потом переходила В телефонный звонок Как только человек Проявлял интерес Я говорю Слушайте Давайте с вами созвонимся Для чего мы звоним Во-первых Человек слышит Ваш голос Вашу интонацию Вашу убежденность И у вас уже Начинают Какие-то взаимоотношения Выстраиваются Согласны? Всегда тоже задавайте вопрос А почему этот человек Должен прийти Именно ко мне Именно через Слов Через интернет Таких людей Миллионы Которые занимаются Спамом И этим уже Людей Не удивить Не уцепить Но когда вы позвоните И в вашем голосе Проявится убежденность Или вы вызовете интерес И даже если человек Скажет А почему там А что это за предложение Окей Я вижу Вы сейчас Не расположены К разговору Вы запишите Мой телефон И когда у вас Будет время Наберите мне И мы с вами Договоримся о встрече И после этого И после этого Человек задумается А что же там За такое предложение Почему она Не захотела сказать Или что там Вообще такое Согласны? Согласны Важно правильно Формулировать фразы Очень вот Могу сказать Что паузы Это тот секрет Секретный Который вас Должен сопровождать Вот в звонках Для чего нам Нужны паузы Вот Смотрите Пример Привет Это Олеся Узнала Есть интересная тема Хочу с тобой Обсудить Тебе когда удобно Встретиться Сегодня или завтра Мы делаем паузу Либо Привет Это Олеся Узнала Да Слушай Давно мы с тобой Не виделись Есть хороший повод Как раз таки Увидеться Хочу с тобой Поговорить по делу Заодно пообщаться Тебе когда удобно Завтра или на выходных Опять пауза То есть смотрите Человек начинает Отвечать на какой вопрос Который После паузы Либо Я например Так же говорю Привет Это Олеся Узнал Да Слушай Есть интересная тема Для разговора Давай увидимся Какой у вас возникает Вопрос следующий Зачем И вот тут вы попадаете В просак И не ответить Неудобно И на слово Зачем Вы должны Объяснить Зачем Правда же Давайте не будем Себе усложнять Жизнь А делать так Как это работает То есть Всего лишь Навсего Нужно Обкатать Несколько звонков Эта возможность У вас будет Сегодня Здесь Сейчас И делать Правильно Поставленные Вопросы С паузами Структура Приглашения Это естественно Приветствие Привет Ты узнала Это Олеся Да Уже человек Ответил вам Да Он к вам Присоединился Слушай Звоню тебе По делу Вот большая Тоже ошибка Когда мы звоним И говорим Ну как дела И человек Начинает Где-то так На полчаса На час Рассказывать Как у него дела А вы уже вопрос задали Вы слушаете И потом Она вдруг Неожиданно Говорит Ой слушай Олеся У меня тут Картошка убегает Не могу говорить Давай в следующий раз И мы с вами Потратили час Своего драгоценного Времени Зачем Чтобы не сказать Нашу цель звонка Поэтому мы конечно же Все люди Мы не роботы Мы говорим И на отвлеченные темы Но если мы берем Список И его прозваниваем Мы должны Сразу озвучить Цель звонка Слушай Звоню тебе По делу Да Есть интересная тема Давай встретимся Некогда Давай Другой раз Да Дальше Сказали Тело Приглашение Послушали Обратную связь Отработка Взаражении Да Будут То есть Люди будут Говорить А что это Ну скажи Ну мне скажи По телефону Не скажешь Не приду Хорошо Вот именно Поэтому Я и хочу С тобой встретиться Я вижу Что мое предложение Тебя заинтересовало Именно поэтому Давай встретимся Я тебе расскажу Не понравится Не будет тебе интересно Кофе попьем Поболтаем Обсудим Погоду Природу Котят и так далее И обязательно Подводим итог разговора Когда человек вам сказал Да Встретимся Вы сами назначаете Время Место И обязательно Об этом уточняем Окей Хорошо Завтра В кафешке Напротив офиса Там вкусный кофе Давай там Встретимся В 5 часов То есть Тоже Очень часто Мы говорим Ну давай Я тебя буду ждать В течение дня Что такое В течение дня Это говорит о том Что вы сидите И только его Единственного ждете И вы больше Ничем не заняты Согласны? А когда человек Чувствует Вашу Убежденность Вашу Занятость Он быстрее Приедет На встречу Так Соответственно Еще раз Приглашение На встречу Это Равносильно Озвучить Причину Встретиться Для чего Мы хотим Не более Мы не говорим Что это Новая компания Что это Парфюмерный бизнес Что это Кофейный бизнес Будут вопросы Которые Вас собьют С Вашего Плана Время Место Выбрали Итог Подвели И самое Главное Что ваше Приглашение Должно Длиться Не более 20-30 секунд Я уверена Что сегодня Многие Из вас Откроют Просто Для себя Секрет Тоже Такой Что Приглашение На самом деле Оно очень Короткое Оно очень Простое А теперь Представьте Сколько Приглашений В день Вы можете Делать Если ваше Приглашение Длится 20-30 секунд Даже Если вы Вы выбрали Час в день Поработать На приглашение Вы представляете Какое количество Людей Вы можете Прозвонить Назначить им Встречи И когда у вас Будет постоянный Поток Звонки 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 Встречи У вас Не будет Проблем С тем Что Кто-то Не приходит На одно И то же Время Назначили Трех Человек Один Обязательно Придет Вот Она Ваша Эффективность Я С самого Начала Друзья Поняла Что Взлетать Эффективности Можно Сидеть Создавать Видимость 8 часов Работы В офисе И при этом Не совершить Ни одного Звонка Долго Думать Долго Выписывать Долго Настраиваться А можно Взять И сделать Вы как Хотите Эффективно Или растягивать На долгие годы Ваш результат Вы когда Хотите Сегодня Путешествовать Или через 10 лет Вы когда Хотите Чтобы ваши Дети имели Лучшее Образование Лучшие Вещи Игрушки Сегодня Или через 10 лет Сегодня Тогда мы Сегодня Уже Начинаем Эффективно С вами Звонить Главные Ошибки При звонках Мы Делаем Лишнюю Паузу Этот пример Я уже Привела Когда мы Говорим Давай с тобой Встретимся Вопрос Зачем Входим В состояние Проситель А мы Должны Входить В состояние Даритель Вот Когда у вас Будет Ощущение Что ваше Предложение На сегодняшний День Самое Лучшее Самое Эффективное И это Действительно Проект В котором Любой Абсолютно Любой Может улучшить Финансовое Положение У вас Есть такая Убежденность Не слышу Металла в голосе Отлично Потому что Потому что Компаний Много И предложений Много Соответственно Будьте Уверены В своем Предложении На тысячу Процентов И тогда Именно На вашу Эмоцию Придут Люди Бывает Такое Что Тоже Про себя В двух Словах Расскажу Когда я Поняла Что это Действительно Рабочая Схема Это Продукт Который У меня Спрашивают У меня Щелкнуло Что это Действительно Свет В конце Тоннеля У меня Не было Тогда Результата Но я Созванилась И говорю Слушай Есть такая Классная Идея Я для себя Приняла Решение Что я Буду Это Делать Хочешь Со мной И люди Шли Именно На Эмоцию Дальше Происходит Что Ваша Эмоция Она Дает Вам Результат Какой-то Определенный Пусть Новую Квалификацию 3% Для вас Это Результат Этот Результат Дает Вам Говори Мне нужные Слова И фразы Опять же Слова Ваши Которые Могут Человека Заставить Задать Вам Лишние Вопросы А что За Парфюм А что За Кофе А что За Бизнес Возможность А в Какой Сфере А это Что Сетевой И Начинается И самое Главное Вы Начинаете Отвечать На Эти Вопросы Я Всегда Говорю Слушай Именно Поэтому Я С тобой Хочу Встретиться Ты Против Сетевого Слушай Мне Даже Сейчас С тобой Стало Еще Больше Интереснее Встретиться И Пообщаться И Назначаем Встречу Одна Из Главных Ошибок Мы Не Формируем Конкретно Предложение Цель Звонка Позвонили Узнали О чем Угодно Но Не Сказали Сути И Шестая Причина На Мой Из Самых Главных Ее Можно Даже Поставить На Первое Место Мы Мало С Вами Звоним Либо Вообще Не Звоним То есть Написать Список Написали Позвонить Побоялись Самое Главное Нам Сейчас Поймать Вот Этот Драйв Когда Вы Поймете Что Это Процесс Который Так Или Иначе Приведет Вас К Результату Вы Готовы Делать По 20 Звонков Если Вы Точно Будете Знать Что Через Полгода Год Работы Вы Выйдете На Чек В 100 Тысяч И Более Готовы Готовы У вас Были В жизни Ситуации Когда Вы Что То Очень Сильно Захотели Например Приобрести Купить Я Не Знаю Но Вам Нужно Например Увидели Красивое Платье Хочу Его Но Вам Нужно Эту Покупку Допустим Оговориться Второй Половины Либо Посоветоваться Бывали Ну Бывали Такие Случа Или Нет Бывали У вас Возникает Мысль Что А что Я Сейчас Позвоню Скажу Да Вы Точно Знаете Что Вы Платье Это Хотите Или Шубу Или Сумочку У У меня Тоже Бывали Такие Ситуации Я Вам Хочу Вы Знаете Что Я Тоже Человек Практик Я Не Люблю Теорию И Все Как Правило Истории Они Из Жизни И Вам Когда Будет Страшно Звонить Вы Вдруг Забыли Эту Схему Вы Вспоминайте Обыденную Схему Вы Захотели Красивое Платье Или Туфельки Или Сумочку И Я Например Звоню Володе Дзинь Дзинь Володь Привет Слушай Я Сейчас В Магазине Я Увидела Такое Красивое Платье И Я Поняла Что Оно Просто Мне Вообще Очень Нужно Ты Не Против Если Я Его Куплю Слушай Я Тебя Как Раз Понимаю Платьев У Меня Много Да Но Я Могла Б Конечно Тебе Сейчас Объяснять Из Какой Ткани Как Оно Красиво Близит Ну Просто Давай Сделаем Так Я Его Померю Ты Посмотришь И Ты Сам Примешь Решение Нужно Мне Это Платье Или Нет Ты Можешь Сейчас Подъехать В Магазин Ну Или Можно Завтра Но Завтра Это Платье Могут Купить Все Отлично Слушай Тогда Я Сейчас Нахожусь В Мол Армаде То есть Друзья К чему Я Вам Этот Пример Привела Чтобы Вы Немножечко От Теории Отошли То есть Когда Вам Чего То Надо У Вас Не Возникает В голове Мысли А что Я Скажу А как Я Приглашу И Здесь Я Привела Шаблон Когда Вы Говорите Цель И Назначаете Встречу И Делаете В нужный Момент Паузу Готовы Войти В состоянии Победитель И Покорить Этот Мир Вы Знаете Вчера На Презентации Был Полный Зал Даже Были Стоячие Места И Когда Артем Спросил А кто Из Казани Поднял Рук Максимум Десять И Я Поняла Что Казань Это Тот Город Который Надо Брать И Самое Интересное Сегодня Утром Я Вызвала Девушку Чтобы Она Мне Сделала Прическу Можно было просто молчать А можно было поговорить И Вы знаете Эта девушка ушла С тем Что она хочет духи И В понедельник Я ей назначила встречу Хотя Я когда ехала в Казань Я в этом городе Не знала Никого Вам Сейчас Дали Прекрасную Теоретическую Базу И Артему Виктория Как Работать Со списком Как Его Расширять И На самом Деле Для этого Нету Причин Этого Не делать Это Легко Посмотрите Сегодняшний Мост Торис Вы увидите Как это Легко Происходит А сейчас Я хотела бы Пригласить На сцену Очень Успешную Бизнес Леди Просто Красивую Девушку Замечательного Друга Лидера Компании Армель Замечательного Редактор 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 Корректор Субтитры сделал DimaTorzok